Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея. Глава 11. В течение многих лет Дориан Грея не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов. Цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями, измечивая фантазии, с которой он уже почти не мог совладать. Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичности трезвого мученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга – история его жизни, написанная раньше, чем он ее пережил. В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, ему не суждено было никогда испытать, болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью. Страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых спудли на трагическим, хотя несколько преувеличенным пафосом, описывали скорби и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан считал с чувством, похожим на злорадство. Впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое. Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Базила Холлорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее, а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах, не могли поверить бесчистившим его сплетням, ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойностью, молкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей. Часто вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх в свою бывшую детскую и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркаль. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой с каким-то противоестественным удовольствием, разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее, печать порока или печать возраста. Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом. Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной коморке подозрительного притона близдоков, куда он часто ходил переодетый под вымышленным именем, Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу. Думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его. Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием. Во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой, раза два в месяц, а в остальное время года каждую среду, двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и модные в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройство которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было, особенно среди зеленой молодежи, людей, видевших в Дориане Грея тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы, сочетание подлинной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, гражданина мира. Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, стремится облагородить душу поклонением красоте, одним из тех, для кого, по словам Гаттея, и создан видимый мир. И, несомненно, для Дориана сама жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства только предверием к ней. Конечно, он отдавал Дане моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись общего ее признания, и дандизму, как своего рода стремлению подоказать абсолютность условного понятия красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах Мэйфери и в клубах Пэл Мэлла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения. Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижению совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор Сатирикона. Но в глубине души он желал играть роль более значительно, чем простой арбитер-элегантариум, у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувства и ощущений. Культ жизни чувственной части вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их, и, как мы знаем, свойственные существам низшим. Но Дориану Грейу казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята, и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданиям, вместо того, чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к красоте. Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано, и ради какой ничтожной цели. Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания, самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое падение, от которого люди в своем неведении стремились спастись. Не даром же природа с великолепной иронией всегда гнала Анахаретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей. Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувству, так же, как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо сама жизнь – лишь приходящее мгновение. Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанный вечный сон смерти, или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникает видение страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненная той властной силой, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто более мечтательностью. Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно оползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвой уже шумят птицы. На улице слышны шаги идущих на работу людей. Порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль за весом рака. Все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвещает окружающему миру его обычный вид. Сусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночью снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертясь в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза увидеть новый мир, преобразившийся за ночь нам на радость. Мир, в котором все приняло новые формы, оделось живыми светлыми красками. Мир, полный перемены новых тайн. Мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное. И если это прошлое еще живо, то во всяком случае не введя обязательств или сожалений, ибо даже воспоминание о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль. Именно создание таких миров представлялось Дориану Грейу главной целью или одной из главных целей жизни. И в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики – необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с полким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием. Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за литургию, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую он устремится символизировать. Дориан любил преклонять колено на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчевом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонель, бедная обладкой внутри. И тогда ему хотелось верить, что это в самом деле панис целястис, хлеб ангела. Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии страстей господних преломляет гостью над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадильницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедания, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правды о своей жизни. Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные лагматы или вероучение значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки. Он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простой, таинственным и необычайным, и всегда сопутствующий ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон. Так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных. Однако все теории и все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия. Он принялся изучать действия различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ, перегонял благовонные масла, сжег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и сдался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминание об умершей любви, мозг устуманит мозг, а Чампак разрушает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действия разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарта, который расслабляет, повения, от запаха которой можно обезумить, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии. Был в жизни Дориан и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварию, а стены, покрытые оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты. Лихие цыгане исторгали дикие мелодии своих маленьких цитр, величавые туниццы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных людней, негры скали зубы и монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные худощавые индийцы в чалмах сидели, поджев под себя ноги на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали, или делали вид, что зачаровывают, больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении западной цивилизации. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный джурупарис, индийца в Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти. Были переонские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овале, и пиющая зеленая яшма, находимая близ Куцка, извиняющая удивительно приятно. Были в коллекции дориные раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет. В него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух. И резко звучащий туре амазонских племен. Им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за трилье. Это панацли с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными каменью из млечного сока растений. И колокольчики ацтеков, и отли, подвешенные гроздьями наподобие винограда. И громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змейной кожей, как увидел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса Бернал Диас, так живо описавший жалобные звуки этого барабана. Дориан эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что искусство, как и природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами. Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или слотном Генри, Дориан снова с восторгом слушал Тангейзера, и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души. Затем у него появилась новая страсть – драгоценные камни. На одном бале маскараден появился в костюме французского адмирала Анде Жуаес, и на его камзоле было нашито 560 жемчужин. Это увлечение длилось много лет, даже можно сказать до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливковые, зеленые хейзаберилы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густорозовые, золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламеналы, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые-фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дорина пленяла червоное золото солнечного камня и жемчужное березно-лунного камня и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную березу, предмет зависти всех знатоков. Нориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо, для лица Алис дисциплина, упоминается о змеи с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что покорителя Матии видел в долине Иордана змей с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками. В мозгу дракона, как повествует филострат, находится драгоценный камень, и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить. По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, Алмаз может сделать человека невидимым, и индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утешает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары, гранаты изгоняет из человека беса, а от аквамарина бледнеет луна. Серенит убывает и пребывает вместе с луной, а мелодцы изобличающей вора теряют силу только от крови козленка. Леонард Камил видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. Абезаар, который находит в сердце аравийского оленя, чудодейственный амолит против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень Аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит. В день своего коронования король Цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца Пресвятера Иоанна были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны, для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец. На шпиле красовались два золотых яблока, а в них два карбункула, для того, чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. В странном романе лоджи «Жемчужины Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризалитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов. Марко Поло видел, как жители Чепангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском влюбленном в жемчужины. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Пирозы, чудище умертвило похитителя и в течение семи луна плакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гуны заманили короля Пирозы в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее 500 фунтов золота. А король Малабарский показывал одному венецианцу четки из 304 жемчужин, по числу богов, которым этот король поклонялся. Когда герцог Валентинуа, сын Александра VI, приехал в гости к французскому королю Людовику XII, его конь, если верить Брандтому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито 420 бриллиантов. У Ричарда II был плащ, весь покрытый лалами. Он оценивался в 30 тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха VIII, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования. На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов. Фаворитки Акова I носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард II подарил пирсу Гейвстону доспехи червоного золота, богато украшенной гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанной бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих II носил перчатки до локтя, унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты 12 рубинов и 52 крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была оделана грушевидным жемчугом и сапфирами. Как красива была когда-то жизнь! Как великолепна в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением. Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившихся в их изучение, а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, он чуть не с горестью замечал, как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Сам-то он во всяком случае сбежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые жонкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре. А Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми? Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титана, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где Вилариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем? Это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомый белыми конями в золотой упряжи. Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для перов. Или погребальный покров короля Хилперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел. Или возбудивший негодование епископа Понтийского фантастические одеяния. На них изображены были львы, пантеры, медведи, собаки, лиса, скалы, охотники. Словом, все, что художник может увидеть в природе. Или ту одежду принца Карла Алианского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами «Мадам, же свито жуе». И музыка к ним, причем нотные линейки, вышиты были золотом. А каждый нотный знак – четырехугольный, как принято было тогда, четырьмя жемчужинами. Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Римском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты 1321 попугай и 561 бабочка. На крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота. Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Болок был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояла эта ложа в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика XIV были вышиты золотом кариатиды высотой в 15 футов. Парадная ложа польского короля Яна Собесского стояла под шатром из золотой семиринской парчи, с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивные работы были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета. В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканы красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек с корабея. Газ из Даки, за свою прозрачность получивший на Востоке название ткань из воздуха, водяная струя, вечерняя роса. Причудливо разрисованные ткани с Ява, желтые китайские драпировки тончайшей работы. Книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками. Вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат. Грузинские изделия с золотыми цехинами и японские фукусос, золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски. Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями и зараненное самовечеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором, золотыми плодами граната, венками из шести лепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом-ананасами. Арарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века. Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками и белые цветы на длинных стеблях, вышиты были серебряными нитями и цветным бисером. На застежке золотом вышита голова Серафима. Арарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна. Были удорены и другие облачения священников, из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены страсти господней распятия, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы. Были долматики из белого атласа и розового штофа с узором из тюльпанов, дельфинов и французских ливий. Были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминсов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана. Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам повесил на стену роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду в своей жизни и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По нескольку недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя безопотность, светлая веселость, страстное упоение жизни. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дома, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу Гейтфилдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротец домой садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориан, время. Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо в Неанглии. Он отказался от виллы в Труиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И кроме того, боялся, как было его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению. Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним. Но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет. Так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, разве кто поверит? И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме на Ноттингем-Шайре принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих праздниц, он внезапно в разгаре веселья покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классная, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Сама мысль об этом леденила кровь Дориана. И тогда свет узнает его тайну. Быть может, люди уже и так кое-что подозревают. Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вестенском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба, герцог Бервикски, а за ним и другой джентльмен, встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет 25. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Лачепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайных ремеслах. Об его странных отлучках знали уже многие, и когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него презрительно усмехались или устремляли на него холодные испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем. Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытая добродушие, приветливость, обаятельная почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной, не уядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы. Так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане. Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату. Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарований, странного и опасного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество, по крайней мере цивилизованное общество, не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценят гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И в сущности это правильно. Когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешит сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречен, но нравственно. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушания. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят, или должны бы царить, те же законы, что в искусстве. Форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии. Она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы со староумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство такой уж великий грех? Вряд ли. Оно только способ придать многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мирядом, жизнью мирядом ощущений. Существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей, страстей. И даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков. Дориан любил бродить по холодной мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова рассказывает, что он был любимцем в два раза свою красоту, которая недолго его украшала. Дориан спрашивал себя, не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта. Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело. Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отсветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Безила Холлорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь? А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит Сэр Энтони Шерри, а у ног его сложены доспехи серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованна Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить? Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дорину леди Елизавета Девера в кружевном чипце и расшитом жемчугом корсажа с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках пышные зеленые розетки. Дорину была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли и он какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством. Ну а что досталось ему о Джорджа Уиллоби, человека на пудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеколь XVIII века в молодости был другом лорда Феррарса. А второй лорд Бекингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фитцгерберт. Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе. Какие страсти оставил он в наследство потомку. Современники считали его человеком бесчестия. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карфтландхаузе. На груди его сверкает орден подвязки. Рядом висит портрет его жены, узкогубая и бледная женщины в черном. «Ее кровь тоже течет в моих жилах», – думал Дориан. «Как все это любопытно». А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтона и влажными, словно омоченными в вине губами. Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее. Свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел. А ведь у человека есть предки не только в роду. Они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества – лишь летопись его собственной жизни. Не той, действительно, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорной требованиям мозга и влечением страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью. Герой увлекательной книги, которая оказала на Дори на столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он во обличии Тиберия, увенчанный лаврами и предохраняющими от молнии, сиживал в саду на капре и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него, важно, прохаживались павлины и карлики, и флитист дразнил кадильщика Фимиама. Он был и каллигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из ясли и слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был домицианом и, бродя по коридору, облицованным плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражение кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской «Тэдиум витэ», страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влеком их мулами с серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец с гранатовой аллеей, провожаемой криками толпы, проклинавшей его Цезаря Нерона. Он был Игелио Габалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялками вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем. Вновь и вновь перечитывал Дорин эту фантастическую главу и две следующих, которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого пресыщенность, порог и кровожадность превратили в чудовище-лебезумцев. Филиппе, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла II и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали формозус, то есть прекрасный. Его теара, стоявшая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан-Мария Висконти, травивший людей собаками, когда он был убит, труп его усыпала розами, любившая его Гетера. Цезарь Борджиоа на белом коне, с ним рядом скакала брата убийства, и на плаще его была кровь Перотто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности, он принимал Леонору Арагонску в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на перу изображать Ганимеда или Геласа. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину. По преданию он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джан-Батиста Чибов, насмешку именовавший себя невинным, тот Чибов, чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмон де Малатеста, любовник Изотто и сюзеренный властитель Римени, который задушил салфеткой по лексену, а Дженевре Деста поднес яд в изумрудном кубке. Он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображения этого врага бога и людей сожгли в Риме. Карл VI, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви, когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями любви, смерти и безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпи на окантоподобных кудрях. Убийца Астора и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасной, что когда он умирал на желтой пьяце Перуджи, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшая его аталанта благословила его. Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дорину по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления. Отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, разволоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.